Пока я не очень сильно умираю, побалую вас контентом немножко из СФ-турнира. Значит, да, надо название стрима поменять. Вообще, конечно, смотрю интересные Некра. Ну, на мой взгляд, конечно, Индика играет посильнее Фломастера. И команда у нее, на мой взгляд, более эффективна на своем ТВ. Но, как мы знаем, ББ такая игра, в которой вот вся вот эта вот вода ничего не значит. Смена погоды. Ну, тут вообще интересный набор волчиков, конечно. Если бы у него еще была бы ПО при арморе, вот так вот. Мне, правда, кажется, Ситар, что додж, как защитный навык, работал бы на волке чуточку лучше, чем армор, но я не уверен. Вот. Ну, сразу видно, что Индика не в форме. Как бы, тру пацаны знают, что надо давать мага на дамаг на первый ход. Тут, вот видите, в пятерых можно было бы дать сразу. Но Индика не догадалась, так что, как бы... Поэтому вышку и не вышла, в отличие от какого-нибудь Амоса. Ну, вообще-то, Ситар, армор контрится вообще-то клавсой, если ты не знал. Ну, понятно, почему ты не чемпион, вот. Пупок-то знает про клавсу, а ты не знаешь. Да, Ситар, я был о тебе другого мнения. Удачный фол. Зонки дали минус. Забавно, кстати, что лучшими гномами стали те, которые не вышли. Додж он еще возьмет, я не уверен, что он успеет. Хотя, нет, слушай, может и успеет, если выиграет этот матч. Притал Анорос. Что-то Некр идут в контакт, который, на мой взгляд, не очень выгоден им. Это, как бы, не та война, которую они могут выиграть. Хотя, черт его знает. Ну, пробой приятный. Но Волочек в этом матче действительно приятный, в том плане, что дать по нему шальной пробой тяжеловато. Такл есть, МБ есть. Полный набор. И он очень быстрый. Я бы сказал бы, врубли все гномы в Газираке. Вот так вот. Врубли все гномы в Газираке. И непонятно, выберутся ли они когда-нибудь из Газираги. Ну, посмотрим. У гномов, в общем, все очень плохо. Я вообще не помню. Гром Бриндл разве когда-то показывал хороший результат? Ну, Шмель, Убель, да. Сид еще. К сожалению, как бы, Убель пропал. Шмель, по-моему, тоже пропал. А Сид умеет только выебываться в чате. Грустно, короче. Ой, какой неприятный фейл. Он был в вышке, но это такой себе показатель. У нас вот в этом сезоне Амоса, как говорится, комедиант и Ирин в вышке. Так что это такое себе. Вот. Привет, Султан. Какое-то очень странное разбитие. Ну, ладно. Ну, как же волки далеко бегают. Опа. Так. В поисках шестерки. Что-то у Некров все очень тоскливо. Не, ну это сейчас. Тогда-то дела были другие. Вот. Я, нет. Трикса... Трикс дропнул по другой причине, ребята. Человек просто устал. Такое бывает. Я вот, например, хочу дропнуть дедов, но меня вряд ли кто-то заставит, кроме меня самого. Я в этом сезоне их дропнул бы, если бы не... Не Гамбита из Рейна. Вот так вот. Гам... Я не знаю, правильно назвать это Гамбит Мастера Зена или Гамбита из Рейна. Сложный какой-то выбор, конечно. Ты же выиграл вчера гномами при супер-парашной игре? Да. Ну, Бобби, смотри. Все было довольно просто. Я не собирался записываться на сезон. Но пришел швед, и мы с ним поговорили, и решили вдвоем записаться. Вот так вот. Вдвоем записаться. Чтобы не пустить вышку Дара, который, типа, сезон отдыхал, да? И не пустить вышку Айс Рейна. И в последний день внезапно выясняется, в ночь уже, да? Когда уже все, как бы, кончилось, что Рутури внезапно дропнул свою супер-команду и пошел играть на вампирах в Сквиге. А мастера Зена забанили, и его слот вышки получил Айс Рейн. Понимаешь? И получилось, как бы, что-то как-то очень необычно получилось, короче. Я бы сказал бы, что получилось, но окей, как бы. Получилось какое-то наедрило его, в общем. И все внезапно, в общем, да, да, да. В общем, Гамбит Айс Рейну удался. Ну, за токсичность, но самое смешное, что, как бы, он обматерил кого-то не в рубле, а обматерил кого-то в стороннем турнире, ну, на платформе рубла. Как я понимаю, в этом, как он называется. Джей и... И что-то там чемпионат. Да что надо обыграть, Менг. Просто... Ну, придется пострадать еще один сезон. Я уже столько сезонов страдал, что, как бы... Ну, я, Ситар, считаю, я считаю, что... Как это называется-то? Надо работать над исправительной системой рубла, вот. Я имею в виду, что, как бы, надо как-то мотивировать людей не вести себя, как конченые гондоны. То есть, а вот эти вещи, они не мотивируют. Ну, я, понятное дело, скажу, как бы, у кого какой взгляд. Я просто имею в виду, что вроде все правильно. Вроде все правильно. А получилась какая-то шляпа все равно. То есть, как бы... Желательно, чтобы все было обставлено культурнее, что ли, на мой взгляд. Об диванке Ноби. Ты такой сейчас ногогрыз, конечно. Просто, просто ногогрыз. Фломастер, я смотрю, продолжает дайсить. Да. Там же есть правило 51 СПП. Ну, есть. Только оно по-другому применяется. Так. Между делом. Приятная шестерка. Ну, мне кажется, что суть правила 51 СПП немножко в другом. Хотя, на самом деле... Хотя, на самом деле... Мне кажется, что, как бы, правило 51 СПП при ситуации Зена, может быть, даже имеет смысл, кстати. Слушай, на самом деле, это довольно мудрая идея. Ну, идея с исправительным дивизионом, не знаю. Мне кажется, надо как-то мотивировать на хорошее поведение, а не демотивировать на плохое. Я бы так это описал. Надо подумать над этим вопросом, он сложный. Не комбиодоллар. Ажиотаж бы, конечно, был, но раза в два меньше. Просто здесь получилась, говорю, некрасивая история. Потому что у многих создалось впечатление, что Ice Rain сделал это ради личной выгоды. То есть, я думаю, даже не так. Если бы Рутури не рерольнулся, это не вызвало бы такого ажиотажа. Понимаете? То есть, если бы Рутури не рерольнулся бы, все бы отнеслись к этому как, ну да, Зен заслужил. Проблема просто не в том, что произошло, а как это выглядело. То есть, действительно, очень важно во многих моментах посмотреть на то, не что было, а как это выглядело, на мой взгляд. Ну, Рэйвен, в стройбате не будут давать медальки, поэтому он никогда не будет престижнее. Потому что, когда Ice Rain 3 дня не делал медальки, потому что занят был, создалось ощущение, что люди играют в рубл только ради медалек. Так что, как бы, такое. И это я почти не шучу. Это звучит крайне больно. Ну, слушай, Рэйвен, а ради чего еще играть в рубл? Ради удовольствия от игры? Ну, это звучит еще более болезненно, чем концептуальная мысль медалек. На мой, конечно, глубоко непрофессиональный взгляд. О, видите, вот Коба играет только ради медалек. Привет, Коба. Людям, понимаешь, Рэйвен? Людям нужно какое-то положительное закрепление для того, чтобы играть в блатбол. Для кого-то это медальки. Кому-то просто нравится выращивать команды. Не знаю, у каждого свой выбор. Я, конечно, могу представить, что есть люди, которые играют в ББ ради удовольствия, но тяжело представить. Я вот как бы играю в ББ по принципу Конана. Как бы... Конан, в чем смысл жизни? Победить своих врагов, увидеть их порабощенными, услышать крики и стоны их женщин. Правильно. Вот так вот. Ну, я... У нас, правда, это заменяется на... стоны на форуме, но это тоже неплохо. Вот так вот. Ну, Рэйвен мазохист, да. Не играешь ради удовольствия. Да, это точно. Насчет не играешь ради удовольствия прям хорошо звучит. Ну, может, Восага на... Если бы играл, бы не пропустил бы. Все-таки Восага неплохой игрок, я слышал. У него, конечно, как бы это... Проблемы в другом плане. Смешно-смешно, фоноры, я оценил. Да что, Рэйвен, что ты вернешься? Давай так. Ну, вернешься ты на свои три матча, там, четыре матча. Ну, могу поверить, там на шесть матчей. Ну, это такое себе. Это не назвать глубоким погружением. Это так. На пол шишечки входишь в ББ и выходишь. Это концептуальная попытка сделать... Не, ну, за это фломастеру, конечно, уважение. Ага, плюс ход. Я два сезона просидел? Два полных сезона, я уточню. Ну, Да? Ну, ладно, Рэйвен. Рэйвен, никто этого не видит, никто не верит. Вот. Нет. Ну, то, что меня назвал тот дурачок читерол, это, ну, назвал и назвал. Я просто люблю побеждать. Вот и все. Я как бы в глубине души... Я никогда не признаю себя в этом, но я где-то глубоко в душе верю, что я обыгрываю людей не всегда только за счет дайсинга, а иногда я действительно неплохо играю. Потрясающий блиц. Как же фломастер проталкивает просто. Хорошая игра опять была вознаграждена, пацаны. Держу в курсе. Хорошая игра была опять вознаграждена. Как же фломастер мастерски забежал на гол сразу. Ну, хорошая игра просто не перестает, как бы оправдываться, пацаны. Учитесь, как бы. Блядь, как же фломастер, конечно, играет. Бедная индика просто, бедная индика. Могу только посочувствовать, что она играет с... вот это вот все. Да. Ну, нет, ну, фломастер забежал на гол просто как чемпион. это просто, это забегание на гол в стиле этого, как его называют-то? В стиле египтянина. Вот египтянин делает так. Вот. Ну, МБ Волк добегает, конечно, посмотрим, как бы. МБ Волк добегает. даже странно, что не забил. Вот я прям удивлен. Мне казалось, что после всего вот этого потрясающего розыгрыша гол был с вероятностью процентов девяносто девять. Но, видимо, вот один тот процент выпал. Но еще наблюдать за игрой фломастера весело. Ой, кстати, блин, грустная была история-то. У нас же зверь Нургла был, который эстонец. Господи, все, я не сразу прочитал ник. Я помню, что там был какой-то лейтмотив, как бы, но у меня все время вылетало из головы, что как бы сто надо читать как сто, что у нас же был суперзверь-эстонец. Так так тоскливо погиб, конечно. Так, попытка выбить пятку сразу, чтобы не бояться ее. Понятно, пятка не хочет. Нет, все-таки хочет. Но так, на полшишки. Похоже на фолл пятки. Пятку будут бить пяткой. Видимо, волк пойдет на оси с фола. Ну, я угадал, да. неприятно. Особенно, с учетом того, что доп. время-то есть в турнире, то есть тратить реролла, конечно, не хочется. Хорошо стоит теперь голем. Блок бы ему еще для полного счастья. В общем, пока что судьба матча зависит от того, как Индика реализует мага. Потому что, как бы, в целом, некоторые должны догрызть зонок, пусть и не быстро. Удар в ад. Ой, господи, фломастер. Ой, так душно сыграл, конечно. Так душно сыграл. Заметите, что каждый раз, когда он реально играет духоту, все получается. Это самое удивительное, я бы сказал. Вот каждый раз, когда он играет какую-то душную хрень, кубы завозят. Повалили все-таки флеш-голема. смешно, смешно, Ситара, смешно. флеш-голема. Ситара, флеш-голема. Ситара, слушай, я фломастер, это не тот парень, который вышел вышку на на хмырях, или флебустер вышел вышку на хмырях, я не помню. Ой, вышку в средний, в средний, в средний, извините. Слушай, я еще проверю, мне стало интересно, может, реально он? Не, флебустер, флебустер, вру. А чем играет фломастер? А, он записался в сквике на орках, понятно. А до этого играл на дарках 8-5-14 в сале. Понятно. Окей. Спасибо, ребята. Но вроде у зонок все неплохо. То есть, мячик они, ну, более-менее выцепили, как могли, да? Вот. Ну, как бы, сели на него. В общем, пободаться можно. И сейчас, конечно, им не накидают в лицо чего-нибудь такого, суперпробой. За что флебустера не любишь? Ну, ты знаешь, как он, как он вышел, как он вышел в средний? Я понимаю, почему Крэби так реагирует, я знаю почти, как он вышел. Вот. Вот. Волчих показал, как бы, для чего он нужен в команде. Автовинами? Ну, значит, по-моему, там было три автовина, и, не, ладно, два автовина, один из которых был с описанием причины, что я езжу играть в блатбол в другой город. значится, потом он жесточайше задайсил колена, который психанул и ливнул в первом тайме, и еще одну игру за него сыграл Кощей. И знаменитое создание команды за 35 минут. Да, да, да. Ну, в общем, он, короче, супер душный. Вот. Ну, это легендарный выход хмырей, конечно, в средний. Ничего не сказать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть, как бы, ну, давай посмотрим, кто там есть. Шпион, Лила, Египтянин, Рензиус, Вентерес, Зидет, Демиург, Фебриус и Грей Банни. Ну, откровенно, он выглядит самым слабым в дивизионе. Вот. Я бы сказал, там, ну, на вылет будет, скорее всего, вот он, шпион, и, наверное, Рензиус, учитывая прошлый сезон, но это не точно. В общем, так что я думаю, что такое. Хмыри первый раз в средних? По-моему, нет. По-моему, Умрун выходил хмырями в средние, если мне не изменяет память. А до него, еще кто-то. Не, ну, он может остаться, но это маловероятно, на мой взгляд. Ну, неприятненько. Пока, пока, зомбя. Упельпауна хмырях катал. Я такого не помню. Я, не, ну, он точно не первый на хмырях. Я бы сказал, он первый на хмырях, кто вышел с миллионом автовинов. Вот это точно. Надо было, кстати, сайдстепиться-то вот сюда, но, ладно. сайдстепиться-то. зонки пока вроде неплохо продвинулись вперед, ну вот. Ну, хмыря просто команда, которой нужно определенные поймать апы, чтобы она была поприятнее и поэффективнее, на мой взгляд. Ладно, хмырям нужно поймать пару дублей на тамбах и поймать Агилу на одном из несунов. Тогда вполне приятная команда резко. Только до этого никто обычно не доживает. В принципе, довольно адекватно сейчас. Я-то думал, он сюда блицанет, а он... Ладно, ладно, насчет адекватно я немножко поторопился. Согласен. Гобосы были, Грайндкор выходил, а Халфы, по-моему, нет. Грайндкор играл пару сезонов, это я помню, на гобле. Не очень успешно, конечно. На разложение на тамбах действительно дичь. Сейчас я вам скажу про иллюзив лузеров. Играли ли они? Черепахи, энты, мумии, йети, йети, пегасы. Так, пегасы, это же вроде... Да, не, он только в полусреднем играл два сезона, ребят. Он играл только в полусреднем два сезона. Все остальное время он играл в Сале. Только в его других инкарнациях, когда Сало было разделено. Я проверил только что. Дико это неприятно, очень неприятно. Если на нурглицких линейках это вполне неплохой инструмент баланса, то как бы... Мне кажется, повсеместная вторая агела на тамбах, ой, на хмырях это вообще в целом нормальный баланс. Но решили, что так лучше, как вот сейчас сделано. Нехорошо получилось. Мешки, так как метэмпо и мезонки, это... Ой-ёй-ёй! Ну, ладно. Так, доп-время. Самое интересное. Я ещё не думал, что Индика дойдёт до доп-времени. А, Индика совершила главную ошибку — проиграть монетку. Я слышал, что в доп-время лучше не проигрывать монетку. Тем более, с таким волком, в принципе, для того, чтобы забить гол, не надо обладать какими-то сверхинтеллектуальными навыками. Как бы какую-нибудь вшивую двухходовку разыграть сможет почти кто угодно. Чё-то не фартит Индики в этот раз. Какое-то очень странное разбитие лоса. Самое интересное, что зонки-то даже, в общем, никого особо не потеряли. То есть, они так плохо наиграли в равных составах. Ну, в относительно равных. Это, конечно, тоскливо. Я, правда, сомневаюсь, что, как бы, кто бы не вышел из этой пары, он далеко пройдёт в турнире, но... Ещё одна неприятная шестёрка. Ну, минус один с лоса нормас, конечно. Мне ещё возникает вопрос, как бы, почему фломастер, имея взятку со стадиона... Нет, не так. Почему фломастер, имея взятку со своего стадиона, принципиально не фалит? Я думаю, был Сталин. Потому что я видел, что, как минимум, один матч закончился ливом. Вот так вот. Мишандр ливнул, по-моему. Не знаю, я вчера, короче, когда у меня температура спала, посмотрел свою игру... Блядь, так плохо отыграл. Там было три момента прям суперплохой игры. Как будто я игрок уровня сала. Вот. Ну, вообще, в целом, наверное, один из худших моих матчей за последнее время. В общем, надо было Коди посылать. Мне стыдно за уровень игры. Даже стыднее то, что я при этом даже, как бы, выиграл. Это вообще странно. Не знаю, это говорит о том, что то ли Коди играл еще хуже, то ли не знаю, в чем дело. А, ты с Мишандром играл. Я-то не знал. Я увидел, я просто помню, что у него команда называется Lizards Learn to Play. Я увидел, что он, типа, ливнул, но я не знал, что это с тобой было. Ну, вот у меня вчера то же самое было, что я сыграл абсолютно на отъебись. И, как бы... Значит так, я где-то один тайм, пока мне еще было не совсем плохо, отыграл нормально. А вот другой тайм, когда мне поплохело, я отыграл прям... Не знаю, очень тоскливо. Да, что-то у зонок все очень грустно. Сейчас можно в закат уйти при хороших кубах, теоретически. То есть сейчас-то, в общем, как бы это... Ну, мне кажется, индики сначала надо было налево уходить, а не пытаться вот это все разгребать. Ну, я имею в виду без РРов. Вот. Не одобряю. Вот это удачно, кстати. Это удачно. Ну, да, похоже, все как бы. То есть, ну... Я бы волчка сначала вперед завел бы, конечно. Но по факту сейчас здесь просто делается клетка, и все. ГГ. Ну, как бы... Там просто автопуть до зачетки. Ну, вообще, конечно, не ожидал, что индика может проиграть, прости господи, фломастеру. Не в обиду фломастеру, понятное дело, но согласитесь, что результат, ну, такой. Правда, вот это просто прекрасно, я смотрю. Ну, я понимаю, что там кубы не найдутся. Окей. По закону жанра два куба здесь не найдется, хотя можно теоретически их дать. Вот. То есть здесь вот это как-то попытаться... Не. Скажем так. Ситар. Я, конечно, ожидал, что Пупок тебя обыграет. Но, скажем так. Я ожидал, что будет намного более... Однокалеточная игра. И плюс я ожидал, что Пупок будет играть лучше. На мой взгляд, Пупок не наиграл на результат. Ну, в смысле, он отыграл откровенно слабее, чем умеет. Или ты хорошо отыграл. Трудно сказать. В общем, по итогу вышло тоскливо. В смысле, мне кажется, что вот опять же говорю, как бы то, как Пупок отыграл там вот... Как он встал против твоего гола, это было очень тоскливо. А почему зонку не подняло с гордом? Странно немножко. Да, на похер кидаем, там 1D будет ничего страшного, как бы. Когда это мы фейлили 1D? Господи Иисусе. Не, ну вытолкнул. Молодец, как бы. Ситар, ну... Можно вытолкнуть, а можно... Что важнее? Давай уточним просто. Что важнее, вытолкнуть или забить, Ситар? Сколько тебе лет? Я просто понять не могу. Так, реролл потрачен. Кинем... Сука! О, господи, я даже не знаю, что сказать, как бы. Ля, это было так душно. Господи, фломастер, зачем? Пощады немножко, как бы, дайте. Ну, то есть, залить в этой ситуации было, ну... Как бы, ну, очень тяжело, но... Реально здесь, чтобы залить, надо было постараться. Ну, и, конечно, стоит сказать, что фломастер постарался, конечно. Было очень тяжело, но фломастер в очередной раз... Как бы, порадовал всех любителей Бладбоула, я бы сказал. Человек, конечно, умеет заливать без вопросов. Я серьезно говорю, залить было, ну, очень тяжело. Ну, вот прям, очень тяжело. Кидаем ГФИ уже без рерола. Нам на все пофиг. Ну, и просто мне даже сказать нечего. Просто в игре должна быть интрига. Это да. Неужели Индика вытащит? Ну, вообще, конечно, это был проигранный матч для Зонок. Для Зонок это был откровенно проигранный матч. Игра, игра пощады. Дай, пожалуйста, Индики, а. Вот я могу сказать, что Индика не заслужила сливца здесь, на мой взгляд. Ну, ладно, я просто скажу, фломастер отыграл так, что у меня бы жопа треснула от этого матча. Вот. Я прям готов сказать, у меня бы от этого матча треснула бы жопа. Не, ну, очевидно. Зачем? Блин, ааа, господи. Вот просто... Я не знаю, что сказать, пацаны. То есть, вот здесь Зонка с ГФИшкой выталкивает, и... О, господи. Как жалко Индику. Это надо было попасть в такой матч просто. О, господи. Вообще, второй раз победил скилл. Ну, он пытался, я могу сказать. Он пытался. Ну, просто вот это... Последние, как бы, хода три, они прям были просто... Ну, настолько душнявые, что слов нет. Ужас.